Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня будем делать упражнение 2-4-1-4. Это поиски и устранение неполадок PPP с аудентификацией. Давайте сразу же начнем. И первое, что нужно сделать, это посмотреть на нашу таблицу адресации, посмотреть на все соединения и убедиться, что у нас вся указанная информация правильная и соответствует таблице. Например, у R1, вот наш R1, есть интерфейс G01, который соединяется с S1, также сериал 000, который соединяется с R2, и 001, который соединяется с R3. И все они по типу DSE. Все то же самое с устройствами R2 и R3. Давайте проверим тип соединения. Открываем R1, командная строка, пароль у нас CISCO, далее вводим команду enable, пароль класс, далее вводим команду show controllers. У нас давайте сначала с сериал 000, там должно быть DSE. С сериал 000. Мы видим тип подключения DSE. Открываем R2, открываем R2, также командная строка, пароль CISCO, enable, класс, далее show controllers, у нас также сериал 000. Вводим DSE, значит все нормально, DSE, значит все нормально, DSE здесь, и теперь давайте откроем вот тут. Здесь должно быть DSE, давайте вводим CISCO, класс, ой, enable, класс, show controllers, DSE, все окей. Если вы внимательно посмотрите на все устройства и ведете везде команды, то вы сможете убедиться, что все соединения здесь правильные. Давайте сразу же приступим к следующему. Диагностика и включение всех неактивных интерфейсов. Как вы можете видеть, у нас все интерфейсы выключены, так как индикаторы у нас красные. Видите? Вот, нам нужно их перенастроить. Давайте это сделаем. Открываем, например, R1, вводим команду CONVT, готово, и вводим команду INTERFACE CHI 0 1. Нам нужно его включить, no shutdown. Готово, включили. Следующий интерфейс у нас SERIAL 0 0 0 0. Я эти интерфейсы помнил, а вы можете их смотреть вот здесь вот в таблице. Вот для R1, R2 и R3. SERIAL 0 0 0, также no shutdown. И последний SERIAL 0 0 1 и та же команда no shutdown. Таким образом мы включили все интерфейсы на R1. Открываем R2. Этот индикатор у нас тоже зеленый, но так как у нас еще интерфейсы отключены здесь и здесь, то здесь пока индикаторы не меняют цвет. Сейчас мы включим R2, и там тоже соединение станет зеленым. CONVT. Вводим команду SHOW, ой, не то я делаю. Интерфейс CHI 0 1, no shutdown. Готово. Следующий интерфейс S 0 1, ой, 0 0 1, no shutdown. И SERIAL 0 0 0, также no shutdown. Готово. И остается у нас последнее устройство. Здесь мы так же его включаем. Здесь мы также его включаем. 0 0 0 1, также no shutdown. Таким образом мы включили все интерфейсы. Наши индикаторы стали зелеными. Вот, везде. Можем двигаться дальше. Теперь нам нужно изучить тактовые частоты на оборудовании DSE. И если будет где-то что-то не настроено, то мы это настроим. Открываем R1. Возвращаемся в привилегированный режим. Нажимаем Ctrl C, Enter. Готово. Вводим команду showcontrollers и S 0 0 0 0. Мы можем видеть тактовая частота 64000. Все окей. Открываем R2. Ctrl C. Showcontrollers S 0 0 1. Мы видим, что тактовая частота у нас стандартная идет. Нам нужно будет ее настроить на 64000, так же, как и на R1. Давайте это сразу же исправим на R2. Conf t. Вводим команду int S 0 0 1. ClockRate. 64000 и 1 2 3. Котово. Мы настроили. Теперь проверяем последний интерфейс. Это на R3. Это у нас будет Serial 0 0 0. Ctrl C. Showcontrollers. Serial 0 0 0. Мы видим, что ClockRate у нас правильный. Теперь нам нужно изучить тип пинкампсуляции на DSE. Открываем R1. И вводим команду showinterface S 0 0 0 0. Команда showinterface, а не interfaces. Если что. С 0 0. Мы видим, что на R1 showinterface Serial 0 0 0 0. Энкапсуляция должна быть PPP. У нас инкапсуляция, где она? HDFC. Нам нужно будет ее исправить. Следующий у нас S 0 0 1. Смотрим. Энкапсуляция правильная. Давайте исправим сразу же неправильную инкапсуляцию. Для этого вводим команду conft. Вводим команду int S 0 0 0. И также команда encapsulation PPP. Готово. Следующий у нас R2. Скрываем. Следующий у нас R2. Вот наш R2. Ctrl C. Showinterface S 0 0 0. Инкапсуляция правильная. 0 0 1. Инкапсуляция HDLS. Нам нужно это исправить. А здесь PPP все окей. Исправляем сразу же. ConfT. int S 0 0 1. И указываем инкапсуляцию PPP. Готово. И последнее устройство R3. Мы эту команду еще не использовали здесь. showinterface S 0 0 0 0. Смотрим инкапсуляцию HDLS. Мы это исправим. И 0 0 1. Инкапсуляция правильная. Теперь исправляем. ConfT. int S 0 0 0. Incapsulation PPP. Готово. Таким образом мы исправили инкапсуляцию на всех устройствах. Шаг 3. Нам нужно изучить и задать имена пользователей и пароли для чап. Это очень просто. Давайте сначала откроем нашу, наш running config на устройстве. и посмотрим, что уже настроено. Смотрим. Username у нас настроен только для R2 и пароли CISCO, такой, как его указан. Но у нас есть еще R3. Для него нужно будет настроить. Посмотрим на S 0 0 0 и S 0 0 1. Они должны быть где-то вот внизу. Вот они. Инкапсуляции правильные. На одном из них настроена инкапсуляция PPP и все окей. А на S 0 0 0 0 не настроено до конца. Нету PPP, а identification PPP. Нам это нужно будет исправить. Давайте сразу же это сделаем, чтобы не забыть. Conf. Давайте сначала пропишем username. У нас устройство R3. Так как у нас здесь настроено уже R2, нам нужно настроить R3. R3. Пасворд CISCO. Готово. Далее интерфейс serial 0 0 0 0. Здесь нужно прописать команду PPP authentication chap. Я не обратил внимания, что на этом устройстве у нас authentication PPP. А здесь тоже должен быть chap. Давайте это сделаем. int S 0 0 1. PPP authentication chap. Готово. Следующее устройство это R2. Вводим также show running config, чтобы увидеть, что у нас уже настроено. Show running config. Смотрим. У нас username R11 вместо R1. То есть здесь сделана ошибка. Нам нужно будет настроить для R1, а вот это удалить. Для R3 все окей. Но password class, а пароль по идее должен быть CISCO. Далее смотрим на наши интерфейсы. Serial 0 0 0. Здесь аутентификация правильная. И 0 0 0 1 не настроена. Сразу же исправляем. Ctrl C. Conf T. Сначала настраиваем правильного пользователя. Username R1. R1. Указываем password CISCO. Далее. Отключаем неправильного пользователя. No username R11. Потому что у нас такого не существует. Далее. Далее. Интерфейс. Serial 0 0 1. И здесь PPP. Аутентификация. Чап. Готово. На R3. Давайте посмотрим тоже running config. Show running config. Смотрим. У нас настроен только R1. Нужно еще настроить R2. Пароль CISCO. Все окей. В Serial 0 0 0. Также не настроена аутентификация до конца. И здесь неправильное. Должен быть чап. Заходим на conf T. И настраиваем. Username R2. Пароль у нас CISCO. Далее. Интерфейс. Serial 0 0 0. Вообще не был настроен. PPP. Authentication. Чап. И интерфейс Serial 0 0 1. Нам нужно просто перенастроить тоже на аутентификацию. Чап. У нас осталась только часть 3. Это проверка IP адресации. И если что-то вдруг не так, перенастроить. Давайте это сделаем. Заходим на R1. И возвращаемся к нашему running config. R1. Вот он. Смотрим наш running config. И давайте сверим все IP адреса наших интерфейсов. Чин R1 соединяется. Ну, у него IP адрес 10 0 0 1. Чин R1. Не настроен вообще. То есть первое, что нужно будет сделать, это настроить гигабит интернет 0 1. Дальше Serial 0 0 0. IP адрес 172 16 0 1. Да. Совпадает. Маска по сети. В конце 248 указано. А должно быть 252. То есть настроить интерфейс G0 1. Перенастроить S 0 0 0. На правильный S 0 0 1. Смотрим. 172 16 0 9. И маска по сети правильная. Значит нам только два интерфейса нужно настроить. Conf T. Настраиваем. Инт G. Инт G. Инт G. Инт G 0 0. Ноль. Нам нужно настроить. Смотрите. Я еще не обретил внимания на то, что у нас настроен G0 0 и не настроен G0 1. То есть нам нужно вот этот вот отменить, а этот настроить. Давайте сначала тот отключим, чтобы он не мешал нам настраивать. No IP адрес. Готово. Теперь можем спокойно настраивать G0. Ой, секунду. G0 0. Новый IP адрес. Вот. Теперь на G0 1 настраиваем этот же IP адрес. IP адрес. 10.0.0.1. И маска по сети, указанная в таблице. Готово. Но в шедевре можно на всякий случай прописать, чтобы интерфейс был точным ключом. Двигаемся дальше. Теперь у нас интерфейс serial 0.0.0, который вообще не был настроен. Инт G0 0.0.0. Здесь настраиваем его IP адрес. Указывает 0.0.0. Вот IP адрес и маска по сети. IP адрес, маска по сети у нас в конце 252. Настроили. На R1 мы пока что закончили. Смотрим дальше. На R2. Show running config. Смотрим. G0 0.0 не настроен. Это правильно. G0 1 нужно настроить. Далее serial 0.0.0.0. 172.16.0.2. 172.16.0.2. 255.255.255.255.252. Здесь все окей. И serial 0.0.1. 172.16.0.5. Да. И маска по сети в конце 252. Все окей. То есть нам нужно настроить только гигабит интернет 0.1. Давайте это сделаем. Conf.t. Int. G0.1. IP адрес. Давайте скопируем, чтобы не сделать ошибку. Готово. И ношедаун на всякий случай. Последнее, что у нас осталось, это R3. Давайте посмотрим на него. Что у него здесь. Ctrl-C. Show running config. Смотрим IP адрес на гигабит интернет 0.0.0. Не настроен. Все правильно. На гигабит интернет 1.0.1. 10.0.0.1. 129. Хотя, да. Такой, как и должен быть. Маска по сети в конце 128. А у нас 252. То есть перенастроить. Ой. А у нас в конце 0. Вот она. Вот эта маска. И вот эта. Нам нужно перенастроить гигабит интернет. Смотрим serial 0.0.0, 172.16.0.10, а у нас 172.16.0.2, перенастроить нужно serial 0.0.0.0 и serial 0.0.1, 172.16.0.5, а у нас вообще нет IP-адреса, то есть нужно перенастроить все три интерфейса. conf.t готово, int g0.1, IP-адрес давайте скопируем, ой, секунду, я не на то устрачно смотрела, g0.1 у нас 10.10, 129, да, все окей, здесь 16.10, 252, serial 0.0, все окей, да, и serial 0.0.1, нет IP-адреса, то есть нам только два интерфейса нужно, serial 0.0.1 и g0.1. настраиваем g0.1, копируем IP-адрес, 10.0.0.129, и маска под сети, вот она. no shutdown, готово, serial 0.0.1, еще осталось, копируем IP-адрес, int s0.0.1, IP-адрес, вставляем копированный IP-адрес и маску под сети. готово, можем выйти из настройки и вы можете видеть, что у нас все работает, давайте отправим ping, открываем, например, pc1, desktop, IP-конфигурация, копируем IP-адрес устройств и давайте проверим соединение pc1 с веб-сервером. Если все настроено правильно, то если мы зайдем в браузер и ведем наш IP-адрес, ага, не работает, давайте откроем pc3, desktop, ping, ждем несколько секунд, пока наш ping будет работать. первый неудачный, так бывает, второй неудачный, и вот два последующих удачных, значит, наш ping все-таки работает, вот, и у нас все окей, значит, у нас все-таки настроено все правильно, смотрим на наше количество баллов, у нас 100 баллов из 100, думаю, на этом все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok